привет в сегодняшнем уроке мы разберем упражнение на видение тона познакомимся еще поближе с вашими акварельными красками чтобы легче было учиться на этом курсе какая наша основная сегодняшняя задача мы должны сначала сделать шкалу по тону как мы делали в предыдущем уроке но в этот раз у нас вместо 6 градаций будет 10 мы можем сделать это либо аккуратненько нарисовав квадратики либо можно сделать это от руки возьмите какой-нибудь черный цвет если у вас есть слоновая кость или может быть сажа газовая тоже подойдет у меня как раз таки сажа газовая есть и нам нужно сделать изначально максимально темный квадратик всего квадратиков у нас будет 10 я буду делать от руки вы можете по линейке сделать аккуратные квадратики нарисовать их и теперь каждый следующий квадратик мы будем добавлять все больше и больше воды чтобы у нас как раз таки получилась такая градация от самого черного до самого до белой бумаги можно взять другой лист бумаги и теперь мы будем делать рандомные выкраски из нашей палитры чтобы потом соотнести их с этой шкалой по тону смотрите цветные оттенки мы не будем делать вот этот градиент шкалу от самого насыщенного до самого бледного цвета мы будем брать за основу краску из кюветки из тюбика вот какая есть насыщенность такая такую выкраску мы будем делать мы возьмем тоже 10 оттенков и сделаем квадратики чуть поменьше возьмем за основу допустим я возьму перилен красный и где-то 50 процентов воды и 50 процентов пигмента на кисточке вот таким образом давайте еще на всякий случай мы сделаем выкраску охра и какой-нибудь земельный оттенок еще тоже возьмем например коричневая или оксид железо красное можно взять и теперь подождем пока все это высохнет так мы все вырезали и теперь в чем заключается это упражнение мы теперь должны наши цветные выкраски совместить с этой шкалой то есть мы должны понимать какой тон по насыщенности находится в каком месте по нашей вот этой градиент градиентной серой шкале и мы примерно смотрим ищем да куда более менее подходит тон и что получается у нас дальше лимонная она действительно почти что белая то есть ей действительно здесь место она сейчас находится в самом своем насыщенном цвете то есть темнее она уже точно не будет и что мы можем какие выводы мы можем сделать уже на этом этапе что лимонная или желтый это самые светлые оттенки в нашей палитры мы если ими рисуем основной объект нам будет трудно в этом объекте показать какой-то объем то есть мы будем вынуждены вводить еще какой-то дополнительный цвет но если в лимонный начинать вводить цвет любой из этой градации ближе к черному то может получиться грязь поэтому когда мы рисуем какие-то желтые или белые цветы или объекты или иллюстрации то там есть своя методика то есть мы сначала прорисовываем все тени каким-то дополнительным оттенком более темным а потом уже прокладываем сверху желтый или лимонный цвет вот такая вот история у вас должна получиться да вы делаете свои выкраски свои градации вот таким же образом вырезаете и все сопоставляете проверяете себя переделываете как нужно и вы можете взять абсолютно другие оттенки из вашей палитры это даже к лучшему чтобы вы не повторяли за мной но могу сказать что если вы возьмете точнее чтобы у вас получилось самые темные цвета и самые светлые цвета вам все равно придется взять какие-нибудь лимонные светлые оттенки желтого и синие и фиолетовые это самые темные цвета в палитре поэтому тоже их придется взять а все что посередине вы можете взять свои любимые краски которыми вы рисуется чаще всего и сделать такую выкраску сопоставить этому изучите пожалуйста и познакомьтесь поближе с вашей палитрой я жду от всех домашнего задания желаю всем удачи и до встречи в следующем уроке